Иисус Христос Иисус Христос Взглянув на Иерусалим, просвязился и сказал слова, в которых предсказал, что этот город будет расправлен, что его обрадут враги, что не останется в нем камень на камень. И вот мы видим, как люди думают об одном, а Господь думает о другом. Люди видят только то, что происходит перед их глазами, а Господь видит не только настоящие, но и будущие. Люди видят в Иисусе Христе знаменитого человека, прежде всего. Одни считали Его за пророка, другие почитали Его как целителя, третьим нравились Его учения. И вот когда он ходил в Иерусалим, все эти люди, и ученики Спасителя, и Его почитатели, и те, которые были наслышаны о том, что Он говорил, и о том, что Он говорил, все они собрались для того, чтобы Его поприветствовать и для того, чтобы Его прославить. Но никто из них не догадывался, даже ближайшие ученики, которым Господь об этом прямо передал, что Он послалил в Иерусалим для того, чтобы не поцариться там, а для того, чтобы там отдать свою жизнь для спасения людей. Никто себе не представлял, что Господь ходил в Иерусалим, чтобы не царствовать там, а чтобы там умереть. И, конечно, никто из них не мог предвидеть то, о чем Господь предсказывал, когда смотрел на этот город, дорогой Ему, Ему сердцу и сердцу каждого еврея, который приходил в этот город. Со всех концов святой земли для того, чтобы принести жертву к храму. Никто не мог представить того, о чем Он предсказывал, что через короткое время этот город будет полностью разграблен, что евреи будут изнаны из своей земли, что от Иерусалимского храма не останется камня на камне. Сегодня мы вспоминаем святого правилного храма, милости, человека, который не был ни святителем, ни преподобным, ни навеска ради Родика, который был обычно переменен. Он не писал догматических сочинений, Он не боролся с ересью и не защищал правосударя. Он не выходил в пустыню и не прикрывался с пятичущими водой. Более того, Он не был нищим, Он не раздоровал все свое имущество бедным, а Он был богатым и состоятельным человеком, который прошел долгую и благополучную жизнь. Мы в Евангелии очень много раз слышим о том, что богатство является препятствием для вхождения в Царственное место. Когда богатый юноша подошел к Господу и сказал ему о том, что он исполняет все заповеди, Господь сказал, одного тебе, другого не достает. Пойди, продай имение, твой раздай нищий, не приходи и следуй за мной. Святой Филарет не продавал свое имение, имение это основалось при нем, но он умилостив, он заботился о нищем, он заботился о малой мужчине. У него, как повествует его житие, было три коробки с деньгами. В одной лежали деньги с лады, в другой деньги селебряные, а в третий мертвые. И вот из этих трех коробок он щедро оделял нищих, лишившихся богатства, бездомных, не оставлял внимания даже тех, которые пытались его обмануть и представить нищими, не мучая коробки. Даже им он удавал боль. И слава о том человеке прошла далеко. И прожил он долгую жизнь. До 90 лет, как говорили, его житие дожил этот праведный человек. И после его смерти он был прославлен народом и прославлен церковью. Этот пример говорит нам о том, что достичь святости можно в самом разном состоянии. Для того, чтобы быть святым, не обязательно становиться священником или принимать монашество, не обязательно раздавать свое имущество, можно его оставить для себя. Но самое главное, это свою жизнь настроить таким образом, чтобы исполнять мастерные церкви и заботиться о людях и помогать людям. Вот этот правильный человек сохраняя все свое имущество, при этом никогда не забывал о нищенах. В этом была кардинальная разница между ним и богатым человеком из притча «Обогачили вас». В этой притче богатый человек живет благополучно, заботится о себе каждый день праздника, а у короткого лежит нищий глазок, которого он не замечает. Вот святой Филавер замечал тех людей, которые были в его другом году, и щедро делился с ними своим богатым. За это Господь прославил его, за это Церковь его причислила к лику святых и представляет для всех нас, как пример милосердия и как напоминание о том, что достичь святости можно в каждом состоянии, вне зависимости от того, является ли человек рукоположенным священнослужителем или постриженным манатом, или просто является скромным миленимом, который заботится о других людях. Будем в течение рождественского поста слушаться евангельские слова, вчитываться в истории святых и научаться таком, как нам жить в христианске, чтобы достичь Царствия и Песного. Аминь. Храни вас всех, Господи. Звященного ours, Исole, Ягでは ince-то Храни. Деярохс Việt. Кожи. Субтитры создавал DimaTorzok